Безусловно, одним из самых выдающихся событий в мусульманской истории является легендарная битва при Айнджалути, которая произошла в 1260 году на территории современного Израиля. В этой битве войска египетских мамлюков разгромили войска внука Чингисхана, знаменитого Хулагу, и остановили продвижение его армии на запад. Самое интересное, войсками с обеих сторон командовали выходцы из казахской степи, а армией Хулагу командовал выходец из племени Найман Кетбука, а вот египетскими мамлюками командовал легендарный султан Кутуз, который происходил из племени Огузов. Очень многие сегодня считают, что в этой битве мамлюками командовал легендарный Бейбарс, однако это не совсем правда. Да, Бейбарс участвовал в битве при Айнджалути и внес огромный вклад в победу, но все же командовал мамлюками именно султан Кутуз. Доказательствами этого факта является то, что Рашид Аддин, который описывает битву при Айнджалути, называет Бейбарса эмиром, а Кутуза султаном. И уже из одного этого становится понятным, кто на самом деле командовал мамлюками. И об этом следует знать и помнить, так как Кутуз был не менее легендарным человеком, чем султан Бейбарс. Поэтому я посвящаю сегодняшнее видео султану Кутузу. Итак, начнем. Согласно мамлюкскому историку Аль-Макризи, Кутуз происходил из знаменитой династии Ануштыгениды, которые правили харизмом в 11-13 веках. Его дедом был легендарный хоризмшах Текеш из рода Угузов, а бабушкой была знаменитая Туркенхатан из древнего рода Канла. Таким образом, в Кутузе текла кровь двух самых влиятельных тюркских племен – Угузов и Канлы, которые жили на землях Южного Казахстана. Кроме того, само имя Кутуз было также очень древним и в переводе с древнетюркского означало «вспыльчивый». И тут возникает вопрос, но как представитель такого богатого и знатного рода попал в Египет? Ответ дается тот же древний историк Аль-Макризи, который пишет. Кутуза взяли в плен татары, которые продали его в Дамаск, оттуда он был перевезен в Каир. Вообще следует сказать, что Кутуз был одним из самых первых мамлюков в Египте. Отважный, смелый, храбрый Кутуз быстро выдвигается среди остальных мамлюков и вскоре получает звание эмир. Бейбарс тогда еще оставался простым воином-мамлюком. Сегодня мы очень много говорим о том, что легендарный Бейбарс остановил крестоносцев и спас мусульманский Восток. И это правда, Бейбарс действительно сумел нанести несколько побед рыцарям и освободил большую часть Сирии. Однако мало кто знает, что и Кутуз также внес немалый вклад в борьбу против рыцарей-крестоносцев. Еще в 1248 году французский король Людовик IX собрал огромное войско и начал седьмой крестовый поход. Его главной целью был захват Египта и свержение мусульманской династии аюбидов. Сначала крестоносцам везло. Они без особых проблем добираются до Египта, захватывают большой город Дамьетта в дельте Нила, а вскоре от гангрены неожиданно умирает египетский султан Ас-Салих. Казалось, что победа рыцарям гарантирована. Но тут на сцену выходят два человека. Айбек, который происходил из племени Угузов и являлся командующим мамлюками. И Кутуз, который также происходил из племени Угузов и был заместителем Айбека в звании эмира. Именно эти мамлюки и организовали борьбу против крестоносцев. Благодаря их активной деятельности удается сплотить распадающийся Египет и нанести ряд поражений рыцарям. Сначала в 1250 году в битве при Эль-Мансур был уничтожен большой отряд рыцарей-тамплиеров, который возглавлял родной брат французского короля граф Роберт Дартуа. А еще через некоторое время, в том же 1250 году в битве при Фарискуре была разбита уже та часть рыцарей, которых возглавлял сам король Людовик IX. Причем в этой битве сам король попал в плен и был освобожден только после уплаты огромного выкупа и после того, как он пообещал больше не возвращаться в Египет. Вот так закончился седьмой крестовый поход и главными организаторами его победы были два мамлюка – Айбек и Кутуз. Однако после победы в Египте мир не наступил. Юный султан Туран-Шах открыто начинает приписывать победу над крестоносцами себе и начинает угрожать мамлюкам, грозя их уничтожить. И, конечно же, в такой обстановке возникает заговор мамлюков. Вскоре Туран-Шах был убит мамлюками и на престол была посажена его супруга Шаджар, которая приняла титул Маликат Аль-Муслемин, то есть царица мусульман. Это был первый случай в истории, когда на престол исламского государства села женщина. Наставником или, как будет правильно, Атабеком при ней стал мамлюк Айбек. Кутуз же становится командующим мамлюками. Таким образом, к 1252 году власть в Египте фактически поделили между собой Айбек и Кутуз. И это, конечно же, не устраивало остальных мамлюков, таких как Актай и Бейбарс. Но сделать им что-то не удается, так как в 1253 году Актай был убит, а Бейбарс был вынужден бежать в Сирию. Из Сирии Бейбарс в 1257-58 годах предпринимает несколько попыток свергнуть своих противников, но каждый раз его войска терпят поражение Аткутуза. В 1257 году неожиданно погибает султан Айбек и главным организатором его убийства многие древние историки называют его супругу Шаджар. Новым султаном был провозглашен юный 15-летний сын Айбека Али. Но тут храбрый Кутуз решил, что теперь пришло его время, и в 1259 году, свергнув Али, он становится новым султаном Египта. Кутуз берет себе имя Аль-Малик Аль-Музафар, то есть всепобеждающий царь. Однако вошедствие Кутуза на престол совпало с очень важной новостью. С востока стремительно приближался к Египту внук легендарного Чингисхана Хулагу, который решил завоевать Египет. В этой ситуации Кутуз делает шаг, которого никто от него не ожидал. Он заключает союз с беглым Бейбарсом. Но почему Кутуз вдруг решил помириться с Бейбарсом? Неужели он не понимал, насколько опасен Бейбарс для него лично? Я считаю, что Кутуз прекрасно понимал всю эту опасность, но он был вынужден пойти на этот союз. Кутуз трезво оценивал ситуацию и знал, Хулагу – это действительно очень сильный противник, и победить его можно будет, только сплотив всех мамлюкских эмиров. Ну а после победы Кутуз планировал убрать Бейбарса и других соперников. Итак, в 1260 году Кутуз дает Бейбарсу прощение, дает ему гарантию личной безопасности и обещает после победы большой город в Сирии – Халеб. Вскоре, как я уже говорил выше, в 1260 году на территории современного Израиля, происходит легендарная битва при Айн-Джалуте. В этой битве войска египетских мамлюков разгромили войска Хулагу и остановили его армию. Причем Кутуз прославился в этом сражении своей исключительной личной отвагой, и эту отвагу отмечают все древние историки, которые описывают это сражение. Но после победы Кутуз совершает роковую ошибку. Раздавая трофеи, он отказывается сдержать обещания и отказывается назначить Бейбарса правителем города Халеб. Это послужило поводом для нового заговора, и в том же 1260 году группа мамлюкских эмиров под руководством Бейбарса убивает Кутуза. Новым султаном Египта становится Бейбарс. Вот так закончилась судьба легендарного мамлюка, одного из основателей египетского султаната по имени Кутуз. Самое обидное, сегодня всячески прославляя султана Бейбарса, мы казахи почему-то забываем про его предшественника султана Кутуза, который также происходил из Южного Казахстана. Мы должны знать, что именно Кутуз сыграл решающую роль в победе над седьмым крестовым походом. Мы должны знать, что именно Кутуз является одним из основателей мамлюкского султаната в Египте. Мы должны помнить, что именно Кутуз организовал защиту Египта от войск Хулагу. И что если бы Кутуз не разрешил бы Бейбарсу вернуться в Египет, еще неизвестно, как дальше сложилась бы судьба беглого Бейбарса. Поэтому, прославляя легендарного султана Бейбарса, мы не должны забывать и про султана Кутуза. Тем более, что в Египте Кутуза до сих пор называют Меч Ислама и даже выпустили про него целый мультфильм. Этот мультфильм вы можете посмотреть, пройдя по ссылке в описании. И это тоже наша история, которую мы должны знать, а такими людьми, как султан Бейбарс и султан Кутуз, мы должны только гордиться.